Дорогая Церковь, дорогие братья и сестры, гости, которые посетили наш дом молитвы, у нас будет сейчас молитва, и каждый раз в воскресенье утром мы как-то озвучим какую-то нужду или тему. И желание моего сердца сегодня помолиться всей Церковью, чтобы Господь благословил то Слово, которое сеется сегодня уже четвертый день, а так обильно в нашем городе. Действительно, это уникальная возможность, братья и сестры, мы об этом говорили, об этом и молились. Об этом просим участвовать молитвенно. И я хотел бы прочитать сегодня короткое слово, братья и сестры. Это слово нашего Господа, обращенное к Его ученикам после беседы с женщиной, помните, у колодца, с женщиной-самарянкой, как мы говорим. Это особая была беседа. Посмотрите слова Иисуса Христа, которые Он обратил своих к ученикам. Четвертая глава Евангелия от Иоанна, известный текст с 35-го, 35-й стих. Слова Иисуса Христа. «Не говорите ли вы, что еще четыре месяца и наступит жатва? А я говорю вам, возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве. Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную. Так что и сеющий, и жнущий вместе радоваться будем». Ученики им не присутствовали на беседе, в которой состоялась особая встреча погибающей души, которая не знала Господа, находилась в грехе, томилась, не могла появляться на людях, пришла в полдень, чтобы почерпнуть воды, утолить жажду физическую, и встретилась с источником живой воды, который предложил ей живую воду. Возвращаются ученики, удивляются, что он разговаривает с женщиной, с самарянкой, потому что не сообщались. И тогда Иисус Христос говорит им следующие слова. «Вы говорите, братья и сестры, обратите внимание, то, что мы иногда говорим, не совпадает с тем, что Христос говорит». Возможно, ученики, проходя, когда они возвратились, идя с города, там, где они пошли купить пищу, наблюдали за полями, думали о будущем урожае, а урожаи в Палисине собирают в апреле месяце, жатва в апреле месяце, по всей видимости, это был где-то конец декабря, начало января месяца. Говорит, еще четыре месяца, вы говорите, наступит жатва. Ученики, послушайте, я хочу вам что-то сказать особенное. Посмотрите, возведите очи ваши и посмотрите на Нивы, как они побелели и поспели жатвы. Для меня большим благословением, ободрением, братья и сестры, были эти три дня, когда мы находились с нашей молодежью, друзьями на том месте, общаясь с людьми, беседая. Я был, знаете, настолько умерен с сердца, настолько благодарил Господа. Одна женщина говорит, я удивляюсь, что вам вообще разрешили никогда за всю историю вот этой выставки или арт-фестиваль, как мы называем, никогда не разрешали огромному трейлеру, чтобы находился в самом центре, где ежедневно проходят тысячи людей. Братья и сестры, это уникальная возможность не просто что-то дать брошюрку, свидетельствовать, проповедовать Евангелие. Я очень ободрён и благодарю Господа за наших детей. Вчера наблюдал дети наши, маленькие. Они берут Евангелие в руках, раздают детям, раздают взрослым, те, которые подходят, раздают воду, потому что было жарко, и наши друзья одна компания, они пожертвовали несколько тысяч бутылок, наши братья посыпали это льдом, это была охлаждённая, свежая вода. И брат, который стоял, он говорит, вы жаждете? Даёт Евангелию и даёт бутылку прохладной воды. Люди очень открыты, братья и сестры. Я так благодарю Господа за то, что Господь дал возможность нам свидетельствовать. Сейчас проходит служение там, братья и сестры. Я хотел бы вместе с церковью, братья и сестры, поблагодарить Господа, что Евангелие возможно проповедовать. И жаждущих сегодня много, и неспасённых много, и в нашем городе, и те, которые приезжали в течение, особенно вчера и сегодня, с других городов. Поэтому, братья и сестры, обратите внимание, вы говорите, Слово Христос говорит, вы говорите, а Я говорю вам. Как важно прислушаться то, что Он говорит. Иногда мы приводим аргументы, машем рукой, пессимистичны, ещё что-то говорим, всё уже заполнено, всё уже сказано. Кому здесь проповедовать? Как важно услышать, а Я говорю вам, «Возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели в жатве». Что увидели ученики? Что это за белые нивы? Один человек задавался этим вопросом. Как же Христос имел в виду? Кого Он имел в виду, эти белые нивы? Что это было? И Он специально отправился в Палестину. Он сел возле колодца Иакова и сидел целый день. Это Он пишет просто свидетельство. Обратил внимание, после полудня, когда жара немножко спадала уже, люди в белых одеждах, это была культура той местности, одевают белую одежду, потому что, чтобы солнце не так жгло, и как ручейки спускались с гор, направляясь сюда. Говорит, Он вспомнил, понял, вот о чём Господь говорил. Помните, женщина пошла в город и что сказала? «Пойдите, посмотрите, не Он ли Христос? Пойдите, посмотрите». И, вероятно, десятки, может быть, сотни этих людей в белых одеждах, они спускались с горы, направляясь в колодцу. И Христос говорит, «Ученики, посмотрите на эти нивы, которые побелели и поспели к жатве». Перед тем, как мы будем молиться, мы услышим краткое свидетельство. Я попросил брата Тимофея, чтобы он кратко сдал свидетельство, что там происходило. Он находился в эти дни. Затем наши братья подготовили очень короткое видео на несколько минут о том, что происходило в этих дней, чтобы церковь посмотрела. И тогда мы склонимся, братья и сестры, и помолимся, чтобы Господь благословил Его Слово. Пожалуйста, брат. Редактор субтитров А.Семкин